Хозяйка квартиры Марина Мишачёва встречает нас со слезами на глазах. Женщина живёт здесь три года, и всё это время её топят соседи сверху. От постоянных протечек отходят обои на стенах, пожелтел и покрылся грибком потолок. В ванной из-за влажности перегорела электрическая проводка. А накануне вышел из строя холодильник. Я не могу ни в больницу лечь, то, что не сплю ночами, вода бежит напролёт. Надоело мне так. С последствиями потопа пожилой ингорчанке и инвалиду второй группы помогают справляться дочь и внучка. Вот мама 22-го пенсии получает, мы 23-го оплачиваем уже за месяц, не до 10-го, как положено, а мы месяц в месяц оплачиваем квартплату. Никогда ни разу ни задержки, ничего нет. И почему они могут платить, не платить, и почему бедный инвалид второй группы, у неё операция, менингиома мозга. У неё полголавы, пластина в голове. И она должна в наклонку убираться. Дом обслуживает жилищное управление. И протечки случаются регулярно, говорят жильцы. И уточняют, что последний потоп был в субботу. После звонка в аварийную службу управляющая компания отключила водоснабжение во всём доме. Люди утверждают, что водопроводчики трое суток не могут найти причину протечки. А вот в квартире сверху всё сухо. ЖИК приходит, они ничего найти не могут. Ну, говорят, по нашей халатности. Вот мы трубу уже вот эту сливную поменяли, раньше тоже текло. Всё равно течёт. А где течёт, мы не знаем. Подобная ситуация сложилась и в одном из домов 6-го А микрорайона, который обслуживает жилком. Там для устранения аварии необходимо менять общие коммуникации, доступ к которым можно получить лишь через квартиру Виктора Выборова. Мужчина согласился на то, чтобы в его ванной, где совсем недавно был ремонт, сломали стену. Однако при условии, что ему позже восстановят повреждения. А вся работа сантехников заключается в чём? Мы все сталкивались. Когда приходят в грязные обуви, в грязных телогрейках, начинают сваркой заниматься, сжигают, там начинают скрывать, они всю плитку, они её сломают. То есть, ну, любой собственник, любой собственной квартиры на это не пойдёт без гарантии восстановления. Никто на это не пойдёт. Нету сейчас у нас лишних денег. По словам Виктора Выборова, специалисты жилкома предложили ему самостоятельно разобрать, а затем восстановить стену в ванной. Однако мужчина намерен обратиться в суд. А каким образом решить проблемы в 10-м доме 85-го квартала, ещё неизвестно. Представители жилищного управления от комментариев отказались. Правда, пообещали устранить аварию и вернуть людям доступ к благам цивилизации как можно скорее. Евгения Шильникова, Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время.